Здравствуйте, братья и сестры! Итак, мы продолжаем с того, на чём закончили в прошлый раз. Даром ли праведник праведен? Или он праведен за награду? Классически распределяются наши роли, наши отношения с Богом, в отношении его заповедей на рабское, наёмническое и сыновнее состояние. То есть раб боится наказания, наёмник ожидает награды, сын делает так, потому что знает отца и творить не может иначе, потому что любит отца и не хочет творить волю свою, но творит волю его с внутренним удовольствием и согласием, как Исаак вплоть до жертвенника ложится на жертвенник из послушания отцу, как Христос, идущий на крест ради исполнения воли отца. Такий вот Иов, пример праведника, который доказывает, что он праведен не за награду, потому что потеряв вдруг всё, это довольно страшный текст, там такой пишется, как это всё происходило, он ощутил жесточайшую боль в своей душе, но сказал, Бог дал, Бог взял, будь имя Господне благословенно. Люди бежали к нему с разных сторон, четыре вестника прибежали к нему, говоря, что овцы пасли спокойно, и пастухи были возле них, налетели враги, поразили мечом пастухов, увели твои стада. Ещё тот заговорил, прибежал второй, сказал, что верблюдов увели. Ещё тот заканчивал речь, как прибежал третий, говорит, что огонь небесный упал с неба на землю и пожрал твоих овец. Там ещё одни стада. Ещё тот не закончил, как говорит, что прилетел ветер из пустыни и обрушил дом, в котором пировали дети, они все погибли под обломками. То есть они один за другим выбегают на сцену перед Иовом, и Иов поднимается, раздирает свои одежды, говорит, что я, Нагим, вышел из черева матери моей, Нагим, я и уйду отсюда. Бог дал, Бог взял, будь имя Господне благословенно. Дальше Лукавый продолжает испытания, а Господь продолжает хвалиться Иовом. Ты видел, раба моего Иова, что он продолжает быть твёрдым? Но дьявол продолжает торг, говорит, что кожа за кожу, а за душу свою дашь человек всё, что хочешь. Коснись-ка его костей и плоти, благословит ли он тебя, то есть дай ему болезнь. Пока теряешь нечто снаружи, то это одно, когда начинает сама твоя плоть страдать, это другое. Итак, коснись его кожи, благословит ли он тебя, и Лукавый получает Иова некую в добычу. Господь разрешает ему прикоснуться к Иову. То есть плоти и кости его твои, а душу его не трогай. Кстати, здесь любителям поспорить, а я часто их встречаю, есть такое прямое исписание, доказательство того, что душа — это одно, а тело — это другое. Так душу не трогай, а вот кости и плоти его твои. И с Иовом происходит нечто, что было с мучениками. Когда мы читаем истории мученика, мы удивляемся, сколько крови, сколько тяжелейших страданий, сколько издевательств, сколько невыносимых мучений. И где Господь? Господь тут, Господь рядом. Совершаются драматические такие события, испытание верности происходит. Кто может на эту любовь, зайти на эту вершину любви, тот восходит на неё таким тяжёлым путём. Иов одевается в проказу, скоблит себя, выходит за город, за жилище, скоблит себя черепком. И тут начинается уже, мы приближаемся к тому тексту, где начинаются крики, где начнутся крики на небо и глубокие рассуждения из болезненного сердца. Так вот, даром ли праведник праведен? По-настоящему даром, братья и сестры. Если Богу угодно, он одевает человека славой и богатством. Это если ему угодно. И праведник благодарит его за это. Если Богу угодно, он отнимает у праведника богатство и славу, и праведник благодарит его за это. Это проверка праведности. То есть готовность потерять то, что ты имеешь сегодня, это, наверное, тот осёлок, на котором затачиваются самые крепкие орудия в руках Божьих. Если человек привязывается к ним настолько, что, теряя их, он малодушевствует и даже отрекается от Бога, а такое бывает, к сожалению, часто бывало и бывает, то, конечно же, такое богатство, такая награда обнажают слабость души, что ли, слабость души человеческой. По-настоящему праведник правит ни за что. Есть примеры, когда люди проводили жизнь весьма убогую и смиренную, и были Богу благодарны и хорошо жили в мире с заповедями Божьими. Причём, когда награждали их, когда Господь давал им некое богатство, славу и честь, они теряли то, что имели. Так произошло с целым народом еврейским, когда они, бедненькие, ходили по пустыне и за жизнь свою боролись каждый день, и питались манной, и сопротивлялись врагам, и полились зноем. Они к Богу прибегали, потому что Бог был их жизнью, выживали они в пустыне Богом. Когда пришли в землю текущую молоком и мёдом, Моисей предупреждал их, будешь есть, насыщаться, там будет всё роскошно и красиво. Не забудь Создателя. Но они забыли. Потому что в роскоши человеку тяжелее сохранить благочесть. Вот сжатая вода поднимается вверх, а скорбящая душа ищет Господа. Вот Иов праведен ни за что. Ни за что. И это большой пример, братья и сестры. Хотя он не безупречно праведен в нашем понимании, он такие всякие, значит, там настолько огорчён он, настолько смущён. Но нужно понимать, что он живёт ещё до закона. Ещё ни одной западе не прозвучало такой написанной. Ещё нет ни одной священной книги, он читать-то не умеет, Иов сам. Ещё нету благодати, ещё не излит Дух Святой на мир, ещё не совершён искупительный подвиг Христа, ещё человечество не обновилось благодатью. Ещё нет ничего, есть только совесть, в которой, как в книге, праведные люди древности читали Божьи повеления. И Иов служит Богу, о чём мы потом почитаем более подробно. И он верен Богу до конца, так и он побеждает, потому что он Бога не похулил. Жена шептала ему, говорит, похули Бога и умри. Зачем тебе твоя праведность? Похули Бога и умри. Но Иов отрицается это сделать, говоря, что ты говоришь безумное. Если доброе мы получали от Бога, то разве злое не получим? Мы подходим к другому вопросу, который тоже выплывает из этой книги. До каких пор простирается власть дьявола? Что это вообще за такое явление, когда бесстыдно и нагло сатана вместе с ангелами приходит пред лицо Божие и дерзает разговаривать с ним, дерзает некие торги и сделки заключать, и испытываются праведники столь жестоко по Божьему попущению и по действию сатаны. Вот такая, понимаете ли, еще одна грань нашей жизни, простая, открывается. Такое тоже бывает. Будучи бесстыдным, лукавый просит у Господа, просит у него власти, себе, просит удлинения поводка для того, чтобы пойти несколько дальше, нежели он может пойти, для того, чтобы искусить и испытать, угрызнуть, укусить, поцарапать кого-нибудь из тех, кто хочет Богу послужить. Конечно, он связан, конечно, он не самостоятелен, конечно, он раб Божий против своей воли. То есть он рабствует у Бога, но не так, как рабы Божии, которые добровольно служат Господу, а он раб Божий по неволе. Его мучает это, и он хочет оторвать от Бога тех, кто Богу и служит истинною. Он действует, как пес на привязи, повторяя, не далее своей цепи, но он просит удлинить эту цепь, и Бог ему позволяет. Почему позволяет? Не знаю. Это тайна. Но даже на тайной вечере, когда Господь Иисус Христос, совершая тайную вечер с учениками, возмущенный духом, уже готовился к будущему страданию, уже Иуде вложил дьявол в сердце предать Христа, уже сгущались, сумрак сгущался над главой Спасителя, лукавый, незримо для учеников, беседовал Иисусом Христом и нашептывал ему нечто подобное. Он приступал к Христу, говоря ему, дай мне этих. На что Христос только Петру сказал, что Пётр, Симоне, дьявол просит, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. То есть нечто похожее было и в книге Иова. То есть есть Господь, есть дьявол, и дьявол просит, дай мне Иова. На тайной вечере то же самое. Есть Господь, есть ученики, есть лукавый. Илка говорит, дай мне этих учеников. Тебя не будет, они все рассеются. Есть некая, мало чем сравнимая наглость у лукавого. Он бывший сын Божий, по благодати, бывший ангел. И среди сынов Божьих, среди ангелов, он по старой памяти еще дерзает приближаться. У Господа есть терпение к нему. И вот заключаются такие, видите ли, страшные для человека и непонятные для человека такие договоры, когда человек должен защитить имя Божие, защитить веру, доказать свою верность и твердость, посрамить лукавого должен человек даже ценой таких серьезных страданий. Это страшная тема, братья и сестры, потому что чего-чего, а кутасы, то благодушие нам, по крайней мере, Писание не обещает. Иов выдерживает это. Ну а мы, когда начинаем отчаиваться, унывать, когда мы спрашиваем, за что мне, почему я, почему вот у них вот так, а у меня вот так, как это тоже говорил Иов, мы находим в этой книге для себя величайшую помощь. Это такой костыль, который не ломается, знаете, такой опираясь на этот посох, как бы такой страннический, на эту книгу, на мысли, содержащиеся в ней, мы можем подкрепить себя в любой серьезной беде, потому что нам обычно приходится терпеть что-то по частям. Не все сразу, что на Иову упало, какие-то осколки и части, какие-то кусочки этого. На него упало все, на нас падает, значит, потихоньку, помаленьку, так частями это все. Но мы себя находим в этой книге. Это, в общем-то, она и подарена, очевидно, человечеству, для того, чтобы мы в ней находили себя и через нее себя выговаривали, выплакивали свою скорбь, до конца не понимая, что же творится в этом мире. Это, пожалуй, последняя мысль, на которой я сейчас остановлюсь, а завтра мы продолжим эту тему. Итак, чтобы понять, что происходит в этом мире, нужно выйти за пределы этого мира. Изнутри этого мира, происходящее здесь, непонятно. Понимается это только тогда, когда нам известна вся драма истории, вплоть до замысла, вплоть до происходящего в иных мирах. До тех пор, пока мы этого не знаем, происходящее в этом мире покрыто некоторой степенью таинственности. Для нас не все ясно. И не усиливайтесь все понять. Все никогда не поймете. Вот, пожалуй, последние слова, которые успеваю сказать сегодня. Ну, а завтра встречаемся и продолжаем тему разговора о книге Иова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова